Водитель Газели, попавший в непогоду, в дорожную аварию, записал видео за 10 минут до своей гибели. Сообщение, отправленное брату, оказалось пророческим. Я-то еду, меня с левой стороны сдувают, с правую. Я обочину, это, вот на первый раз-то ничего не сдуло, я обочину поймал. Если бы не обочина, ***, блядь ушел. А вот, ***, страшно, когда встречка идет, его-то с правой стороны сдувают, в мою ***, вот так вот сдует, на встречу к ней, ***, да. Трагедия произошла в последний рабочий день минувшей недели, 29 марта, на 202-м километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган, в районе села Сухринского между Долматовой и Шадринском. Дмитрий, так звали погибшего 25-летнего водителя, работал на своей машине, которую купил вместе с другом, вез из Верхней Пышмы в Курган замороженные продукты. По этому маршруту он ехал всего во второй раз. Накануне, 28 марта, ГИБДД Курганской области ввело ограничения из-за непогоды для движения по ряду областных дорог. Но ограничения эти касались автобусов, такси, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Вот такую картину пятничным утром можно было наблюдать на подъезде от трассы М5 «Урал» Челябинск-Курган. Запрета для движения легковых автомобилей, кроме такси, и маленьких грузовиков не было. Да даже если бы и было, информацию о нем можно было бы узнать только из местных курганских СМИ. По сообщению региональной госавтоинспекции, причиной аварии стал выезд «Газели» Дмитрия Валуева на встречную полосу и столкновение с тягачом «Вольво», перевозившим муку шадринского мелькомбината. 61-летний водитель тягача не пострадал. Однако родные не верят в виновность Дмитрия. По их словам, тот за рулем с 18 лет и до этого ни разу не попадал в аварии. Водил очень аккуратно и, как следует из его же видеопослания, в сложных погодных условиях двигался очень медленно. Тогда как встречная машина, по его же словам, то и дело сдувала на его полосу. Однако очевидцев, которые могли бы подтвердить невиновность Дмитрия, родственникам найти не удалось. Прощание с погибшим пройдет завтра в Верхней Пышме.